здравствуйте и здравствуйте сегодня у нас 7 марта 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной студии дар баба джанин у нас прямой эфир вчера эдик мне сказал про 40 дней про немцова имел ввиду что через несколько часов будет так как у нас передачи то уже к вечеру так что сегодня нет но как раз получается что его же в это время где-то расстрелили до ночи который короче всегда всегда считают тот день когда умер он он считается первой даже если ты умер на последней минуте так что так на вот пишут наши помощники и спонсоры удачи вам вот так коротко красивую вам удачи да на перемогу вячеслав что думаете о возможных терактах в питере или еще где-то который припишет украинцам связи с постоянным минированием последние месяцы торговых центров якобы с территории украины для начала открытой войны с ней но мы думали об этом то есть вот станислав это дайте теракт которые проходили до войны на украине да они в общем ну понятно кем были организованы потом все прекратилось потому что основная масса так скажем занятым стала войной сейчас вроде передышка но вот с точки зрения как бы накала пока наверное это не нужно вот путину мне кажется не нужно абсолютно даже может быть где-то и вредно то есть мы посмотрим что будет к лету возможно клиенту вот когда в июле там все обрушится я думаю в июле ну как классический в августе рушится но в августе сейчас не может почему потому что все будут ждать что она обрушится в августе а рушится всегда раньше чем ждут все правильно на себя должно по идее в июле все хлопнуться схлопнуться да как как звезда вот это которая выгорела также она из хлопнется как выгоревшая звезда поэтому конечно когда вот это классе учиться возможно для того чтобы отвлечь народ от всех этих вещей может быть серия терактов вполне я это допускаю также я допускаю что может быть серия аварий которые тут идут пачками которые будут названы терактом кто там разберет до паровоз улетел кто узнает из того что рельса лопнула или из того что ее взорвали из того что и кунин там денег попер очередной раз или из того что кто-то там чет гайку какую-то открутил никто же этого никогда не узнать потому что они расследуют сами нами виду никогда имею ввиду про их власти вот нам много пишут стихов вы извините мы не можем все зачитывать в эфире но мы читаем до читаю все равно спасибо майраму спасибо олегу и леониду потому что как-то как туда так и эмоционально все выражает но уж извините что мы не можем они длинные и это сам я думаю что какая-то отдельная на поэтическая должна что ли передачи ну а почему бы нет если у нас вот как музыкальный вечер стоялся и всем понравился да ну может быть да спасибо за поздравление вам здоровья сил задора юмора спасибо за ваш труд олег калуга мы вчера его поздравили с 49-летием да да спасибо вадим краснопеев я просто не по-русски написано боюсь ошибиться добрый день вы делаете правильное дело русские замечательный народ нам нужен только хороший пример порекомендуйте книгу вот я не знаю вот по-английски это звучит как red notice билл браудер убил браудер видимо этот автор родной тис это наверное красная красная ну ночь от как заметки это не знаю в общем я прочитал у нас она запрещена про я не знаю где потому что написал вадим и вообще агитируйте людей чтобы они уезжали из страны потому что отсюда из-за границы мы можем больше привлечь внимание не знаю вот как на этот счет ну это сложный вопрос да такой требует долгого обсуждения ну кому то действительно лучше находиться за границей для того чтобы заниматься организацией там здесь организовывать ничего нельзя кому-то лучше находиться за границей с тем чтобы как бы создать фонды какие которые привлекут средства то есть для того чтобы получать ресурс какой-то необходимо конечно находиться за границей а вот чтобы ресурс использовать нужно конечно быть здесь непосредственно по поводу привлечения внимания вот луговой выехал за границу разу привлек внимание и уехал обратно а так бы мы не знали о нем ничего да ну вот у нас пока что все на сегодня меня спрашивают тут тоже я отвечу на несколько вопросов как вы относитесь к фильму бандерчука сталинград ужасно конечно я отношусь но хочу сказать что вот опубликовано 21 октября 2013 года на подготовке опубликован прямой эфир от 16 10 13 там я подробно про этот фильм говорю кто в общем хочет пусть посмотрит так ну я говорю 21 октября 13 года эфир от 16 10 13 двух слов называли в одном слове называются он сталинград глупость или провокация да то есть я там в одном слове я сказал что бандарчук хороший актер и хорошо сыграл в даунхаусе идиота вот мне показалось что именно этот идиоты сделал фильм сталинград поэтому что он просто из роли не вышел да вот пишут пример компьютерного кино сериала однажды в сказке я посмотрел нет конечно и когда я говорю компьютерное кино я имею ввиду кино с компьютерными средствами что чтоб там можно было акцентироваться на чем там главный герой грубо говоря ну и может быть не главное идут там что-то непонятное ты можешь кликнуть и понять что это непонятно можешь можете пофигу стоит там вот стена там какая-нибудь там кусок валяется каком там железного колчега на этот кликнул и узнал про колчегам все еще может быть научно популярный фильм к этому привязан об этом идет речь его спрашивают а нельзя ли делать компьютерные документальные фильмы конечно только так и можно особенно учебные особенно военные учебные фильмы не хотелось бы путинцам подсказывать но представляешь фильм допустим отделение просто взвод отделение ну все что вот в рамках боевого устава сухопутных поиск любое подразделение соединения там в обороне в атаке там такой маневр такой ты можешь кликнуть в любом вот здесь танки атакуют ты кликнул развитие атаке танковое развитие этой самой с воздуха атаки противодействие тому противодействие этому ты можешь канву вот одну как в боевом уставе прочитать а можешь сразу все так сказать окинуть своим взором то же самое в документальных фильмах то есть если это фильм какой-то особенно географический то там как михаил ломоносов учил помнишь как то есть если какая страна там допустим вот такая страна какая столица сколько там население кто там преимущественно проживать какой конфессии эти люди какие там полезные ископаемые так далее то есть все 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 про эту страну абсолютно как википедии пишут но здесь можно кликать и уходить дальше но это фильм то есть и когда говорят что это есть вот но я я не видел такого мне кажется этого нет и я бы ни в коем случае не стал предлагать то что есть когда меня спрашивают что нового можно сделать я не предлагаю старое но если я предлагаю что то что уже есть я может быть просто проект не знаю там человек не может знать все пишут что приснился сон где по радио в домах поют лололо а путин стоит на кухне и почти плачет хороший сон а вот сергей воронин пишет мандат на санкт-петербург принял спасибо за доверие не подведу горжусь вами завидую вашим сыновьям мне конечно приятно за ваших родителей сергей вы молодец так потом вот пишут про троллей которые загадили например вот такой люди русские что творится мальцев банит за вопроса обо иудаизме было выложено не менее 100 раз вот такой то есть требует чтобы я троллей таких покарал это алик вов который постоянно нас смотрит но я по мере возможности караю конечно но тут так вот пишут что сбербанке отказали по картам ну конечно то есть они составлять карты обслужить отказались ну то есть вот представьте они отказались завтра подтвердили вот вот день обслужили там диза до 100 человек приставки бабки заработали просто сейчас будет до задержки сейчас и на телефонах будут и везде в конечно потому что деньги имеют значение только тогда когда они в руках всегда так здрасте висела посмотрел списка 5 колонны вы пока не значитесь я не могу в пятой колонне значится по идее почему потому что пятой колонны вроде как тайные враги путина к как называть я-то открытый враг я представитель 1 2 3 4 колонны ну как этот генерал франкистский говорит у нас под мадридом стоит 4 колонна 5 стоит в мадриде то есть это шпион я не шпион я открытый враг путина быть списке 5 колонна нужно иметь пятую графу нормально все как говорится да вот человек пишет я может и кавказе но подвиги своих предков чту и вот пишет вячеслав город воинской славы молгобег почитайте я конечно прекрасно знаю про молгобег и конечно мы знаем и вчера об этом говорили но может быть не очень развернуто что во время великой отечественной войны фронт находился на линии вот если сказать перед грозным то это линия молгобег вернее в арджиникидзе ныне владикавказ молгобег вот этот кусок но я география это не изменилось сейчас от молгобега до грозного что два километра от холоде кавказа 114 117 врать не буду не помню но ничего же не изменится и тогда столько же было поймите то есть грозный находился в оперативном тылу ну саратов находился в оперативную тылу сталинграда когда молгобег надо было герои а он и есть город воинской славы и владикавказ город воинской славы никаких вопросов нет причем там масса мест которые не являются города воинской славы а там пролилось очень много крови ну и как будто бы реально мы-то говорили что это да это натяжка пора не разбить женской войны ну те мы не против того что кавказ убивался там мы помним фильмы помнишь советских период документальный был колоссальный фильм он мозг взорвал это где-то там при горе эльбруса и дедушку старого старого кавказ показывают и значит играет вот тогда пример первый раз шагу ты crazy дайвуд пин флойд лучших и концерт и он лезет в горы и вот рассказывать что этот дедушка а ну вначально там какие цветы собирают складывать в корзину там лезть в горы вот что-то он защищал от перевал там целый батальон был ополченцев причем ополченцев именно то есть местных жителей они там своим оружием пришли вот они там бились и все полегли он остался и каждый год когда сходит снег там 9 мая он туда лезет в эти горы и раньше он приходил собирал убитых много лет тому же 10 может больше хоронил их ну там какие памятники на гробе что на том том что высота огромная туда не болен поднимешься а он ну как бы горит сильный а уже тут старый что еще он всех похоронил вот он поднимается и там цветочки раскладывает и вот вот этот фильм тогда просто потряс всех то есть вот этот музыка пинк вот она там как нельзя лучше подошла этот дедушка который на каждого и основная основное количество могилок без названий без имен потому что он их не знал но какие-то на кто соседи он не знал а эти безымянные ну вот 40 и на сегодня празднули на большом москворецком ну как праздновали вот я сказал да прошу прощения надо на большом москворецком мосту значит были алексей навальный геннадий гудков владимир рижков илья яшин и ну и там все остальное 5 колонна 5 колонна остальных до забыл но что тут можно сказать вот я ожидал честно говоря что будет несколько более серьезно все имеют количество людей что убийство немцова не так быстро забудется добраться внимание то есть вначале все напряглись вовы испугался все а там ну ну ради бога точно так же как с боингом боинг шарахнули все вначале все обосрали слова весь трясущийся такой ночью выступил там всех заставлял вставать память почтить и с немцом был то же самое абсолютно тоже не спал тоже боялся ничего не случилось и вот каждый раз когда он с богом соревнуется он так рад ну там каких права у людей отнял что происходит а ничего не происходит они молчат там нефть газ налево весь пустил чем просто ничего не происходит молчат что там устроил какие-то володинский выбора чё происходит да нет ничего опять молчат боинг сбил молчат крым забрал молчат и и все нормально конечно там немцова убил молчат и вот я говорю нужно роду то а чё же еще можно такое сделать чтобы они чё-то сказали хотя бы чё не молчат и молча чуковский рассказал принесите ко мне ваших дедушек да 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 он ведет себя конечно как маньяк вот который как вот говорят психологи криминалисты те которые так сказать судебную психиатрию хорошо изучили имеет ее свою профессию они вот рассказывают что маньяки у таких чикатило они очень хотят чтобы их остановили они очень хотят чтобы их поймали они понимают что они совершают богомерзкое дело и вот вторая его часть которая может быть лучшая она очень хочет чтобы его остановили и поэтому очень часто оставляют какие-то следы то есть ну не особо сильно скрываются так и вон у меня такое ощущение что-то он делает и и спрашивает ну что вы меня остановить командир батальона север дал показания по делу немцова да причем там приехали эти следственная группа до пласть допросили этого командира батальона им позволили там в чечне его допросить а вот вот эту руслана геремеева они хотели допросить и там где-то прошла информация что допросили но оказывается нет не допросили там под охраной в чечне нам не могли не смогли да не на не старались ничего видим пять генералов не хватило судах допросить 1 да ну мы с тобой говорим вот допрос они его ли нет что что будет ты говоришь не допрос я считаю что все таки они вот допрос ну если этого допрашивали у него там я даже представляю как это было даже лежит курит кальян такой в халате значит с этим в челме да они там сбоку сидят да где-нибудь и спрашивает портфеле на коленках держит но также был так этого они будут допрашивать по телеграфу вообще ну а как еще кто же им даст вы кто товарищи фсб шинки вы никто здесь вас никто здесь не уважает конечно но они прекрасно понимают кто еще взбосный неплательщик застрелил директор ростовского стелла банка да вот только несколько часов назад поэтому информация особой нет но понятно так что наверное этого злостного неплательщика достали коллектор и он пришел но и мочканул директора и сам застрелился да сам застрелился то есть это не раскольников радион романович то есть это он не застрелил мне старуху против ценчицу и сестру елизавету да как бы все-таки я не хочу оправдывать убийство но честно говоря руководители банков мне не сильно жалко этот вопрос такой добавок банкиром ребята вы это самое просто звоночек и вы хотите денег ну что не ну а не кроме всего прочего сильно сильно обнаглели вот сейчас даже сообщение такой в российских вузах появится специальность коллектор 2020 года они охренели уже совсем что коллектор специальность появится палач еще должна появится специальность вот те люди которые которые молодым людям и я советую ни в коем случае в такой вуз не ходите почему потому что тогда трудовой придется выкинуть мало того что диплом еще и трудовую выбросить и чтобы никто никогда не знал в будущем что вы учились на коллектора это будет я не знаю страшнее чем в тюрьме пидорасов не я считаю что и нам сразу татуировку делать прямо на первом кустолбу на лбу на лбу а потом когда а вот не не на ребят действительно нам себя уважать хоть немного безумие такое что творится вообще правда я знаю одного в истории кино одного хорошего коллектора но это рокки да ну вот он коллектор да ну ладно потом сломаю пальцы нет 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 так горит подлодка в северодвинске душу так или и уж уж топит да вот причем там совершенно непонятно потому что то российская газета северо-западная но она может поближе пишет что ее спускают на воду другие пишут что ее топят в доке в общем что там происходит совершенно непонятно ну и как бы на что за лодка то вообще сама по себе а лодка ореол это тот же проект что и курск поставили ее на ремонт в двенадцатом году я так понимаю денежки все украли потом после этого стали ее модернизировать просто ну как обычно отремонтировали надо ее тогда флоту отдать да они да вы чё как же можно лишь надо модернизировать ну и как всегда модернизация закончилась пожаром и утоплением ну как и все модернизации в россии медведевская или путинская модернизация это в начале ура потом разворовывание денег а потом пожар или утопление или или продолжение модернизации но я не смогли продолжить модернизировать почему потому что случилось неприятность очень большая флот заявил что она нужна вот немедленно и попросили ускорить ее модернизации тут она сгорела совершенно внезапно так причем ну понятно что она вся из-за резины посадишь вот этот мягкий город резина загорелась вот это круче чем майдане шины горели ну слава богу вроде никто там не пострадал как всегда лодка загорелась от сварки то есть такое ощущение что вот люди которые варят эти лодки они не знают что от сварки они горят удивительно надо понятно же как деньги за когда нам напомнить что сгорела в свое время лодка краснодар также точно такая же на заводе нерпа так продолжается поисковой работы в охотском море да да не ровно дальний восток затонул утром сегодня в 4 утра риа новости написала авиация приступила к поискам пропавших моряков затонувшего траулера то есть через неделю приступил авиация а зачем смотри думают авиары новость до этого что делал я не понимаю летала осматривать место происшествия со следователями как мы говорили не для того швецию пугать у нас два летчика осталось наверно они либо туда либо туда туда но самое смешное или может быть грустное что туда вот на поиск этих моряков по поехал собственно ручно так или собственно нужно как как угодно значит руководитель мчс россии один значит по магаданской области а другой вот один из замов заместитель начальника господи где он так 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 находится представитель центрального аппарата мчс генерал-майор александр овсяник то есть вот там начали мчс ников разгонять что сделал это овсяник что лучше всего нужно сделать когда всех разгоняет путин нужно сразу метнуться в бе-200 и улететь куда-нибудь да где где он ночью вон он там летает спасает желтый курт да но представляет ситуация как летчики самолет бе-200 работа очень сложная надо сказать но спасательная работа всегда сложно и всегда кончается не всегда но часто плачем плачевно кончается то есть спасатели очень часто гибнут но так устроен мир что в таких условиях погибнут гораздо проще чем в обычных блюдных условиях и вот в этой ситуации приезжать какой-то их прямой там и непосредственный начальник причем из москвы и садится самолет и бит везите меня представляешь но они они там уж так бон может быть там где-то довернул а здесь он не довернет потому что вдруг там дяденьку стошнит то может быть оба как по-другому сделала здесь не сделает понимать потому что да он уже генерал да он везет генерал и вот этот так вообще что они башкой не думать ладно генерал собой рискует фигню с ним у нас генералов этих как грязи ну тем более мчс для вам четверо аппаратом рисковать и летчиками конечно а у там я так понимаю b201 а вот владельцы затонувшего траулера объявили в розыск ну естественно как же то есть владелец траулера виноват у нас как если владельцем траулера был абрамович его в роз как как той шахты вот шахта распадская все там сломалась взорвалась кто не виноват конечно про мощнее виноват чем потому что путинский дружок если там был совсем другой какой-то кредит конечно было схватили объявили в розыск пока был не отбашлялся и так далее то есть тут та же самая ситуация ну вот маркин надеется его арестовать а вот а вот что будет если у нее фамилия кажется кавказской маркин сразу скажет ой 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 извините наверно уже знают уже знаю а не ловит наверно если вот и был какого-нибудь делим ханова родственник или абрамовича с другой да 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 все там да да вопрос не видимо русской фамилии опять путин потребовал оградить бизнес от крышевания у кого он все требует у нас с тобой как бизнес крышу причем он тут про малый бизнес там так он собрал этот госсовет представляешь вот у него как у царя госсовет лишь тогда когда в 2000 организовал госсовет я угорал вспоминаю знаменитую репинскую картину помнишь заседание госсовета и вот и здесь тоже такие вот тут осталось только одеть их в соответствующую форму такие вот как у царя прям госсовет вот он собрал госсовет и на этом госсовете стал требовать чтобы бизнес оградили от крышевания так вов ты же крышу из бизнес кто получает все тендеры выигрывают ротенберге твои друзья они не те кто не выиграл тимченко да ты их как от них то собираешься ограждать или там от дружка своего тимченко как собираешься ограждать или как ты собираешься ограждать и евтушенко у которого отобрал башни и так далее ведь это вокруг когда у тебя непосредственно вот это чем ты рулишь а представляешь что делают твои мелкие они вообще рвут всех как тузик грелку отнимает последнее и в условиях когда ты довел страну до ручки ты думаешь их оставить в покое да из них выдает все до последней капли но он прекрасно я думаю понимать но может придуриваться может и действительно не понимает совсем уже выжил из ума изменились некоторые правила дорожного движения теперь можно поперек перекрестка ходить зебру будут рисовать поперек перекрестка потому что так быстрее не понял кому ну вот так так приходит то есть наискосок а те для наискосок представляешь так через через дорогу просто переходишь поперек дороги и и все а теперь вдоль а чего оба светофора будут это я не знаю как она собирается делать но я понимаю что автомобилистам капец они говорят что теперь это улучшение автомобилистам стало лучше куда лучше тут и так пробки теперь дорога пешеходная будет и ту перекрывает пешеход и эту при сашу то он идет по одной дороге не та не другая часть не стоит ни за другой стороны никто не едет такая бредят медведь вот переводе не раз и он их увидел там где-то за границей но это же в отдельных местах где ну там перекрестки такие сложные полос площадями связаны бывают да они как бы есть вот он увидел ему захотелось и теперь везде поставят еще и будет одновременно красные гореть и туда и туда пробки будут они бы может день шток не украли сделали бы подземные переходы побольше может быть сделали бы какие-то дороги пошире развязочки какие ты говоришь они возможны лишь фантастика начались фразы если бы они не украли украли на разведочки какие-то мостовые бы сделали там может быть получше был может по полу поменьше бы давила народа так они пытаются уменьшить количество дтп дим да ты только увеличиваешь количество дтп смертельным исходом еще больше растет ну ты посмотри мы же говорили тебе давным-давно и писали говорили что вы идиоты вы делаете то от чего отказали соединенные штаты в шестидесятые годы двадцатого столетия отбойники которые убивают людей и там всякую остальную фигню голову на отключайтесь своей нет ну возьмите людей которые вам подскажут а самый лучший идите нахер и чем быстрее тем лучше мы сделаем у нас все будет прекрасно дим по поверишь из тюрьмы будешь смотреть по улице ездят все нормально ходят все нормально специально окно такое дадим чтоб дорогу было видно никого там не задают я тебя уверяю а вице-премьер александр хлопонин предложил лицензировать продажу алкоголя в интернете редкостный конечно то он предложил всех кавказцев саратов и пензу переселить до план хлопонина это второй план второй план хлопонина вот не помню как его за саша его зовут вот саш ты понимаешь ситуация какая-то люди сейчас торгуют водкой в гаражах без всяких лицензий хорошей водкой обычный который купил покупают на заводе втихаря вывозят причем покупают за деньги за реально просто она без акцизных марок и продают эту водку в гаражах вот самая дорогая водка экстра класса там всякий русский этот как он стандарт стандарт а стоит 70 рублей а самая дешевая водка стоит 50 но им не выгодно торговать не выгодно представляешь то есть люди уходят от убит ну все закрываю бизнес стоит у него гараж ничего нет кроме этой водки и очередь стоит и все равно не выгодно понимаешь потому что ну довели страну до упора ты хочешь чтобы люди торговали через интернет и платили за лицензию тут с ума сошел госдума лишила депутата пономарева депутатской неприкосновенности одну секунду ну естественно а вот жириновский предложил лишить пономарева не только неприкосновенности но еще и гражданство а яиц не предложил лишить на чем же охота чушь конечно жириновский говорит такие вещи в том вот там же на этом госсовете он выступал за которой обязательно должен будет понести наказание обязательно то есть все говорят ночью там старый придурок что там его трогать нет он должен ответить обязательно он должен кается и совсем своим красноречием рассказывать какой он козел всему народу я так считаю пономарев ну понятно что он единственный кто проголосовал против крым наш и в общем повел себя человеческий поэтому но и не понимать что они дураками выглядят что это вот вилами на воде и совершенно ясно они ему этим самым дали просто вот карт-бланш доезжая в любую страну и просим любую политическую убежище хотим в монако да мне будет понятно что тут главное так попали получил политическую убежище здесь это они показывают вроде как своим что будет за отступничество они просто живут в мире иллюзий потому что приказали это из кремля безусловно а те которые еще спускаются как-то на землю то есть вот недавно допустим приезжали тут ряд депутатов саратов которые спускаются надеваешь все прекрасно понимать что душа не чет не понимает что они все понимают что происходит абсолютно но они выполняют им дали приказ они выполняют они такие подневольные люди а там все там уже как бы они потерялись они уже живут в мире иллюзии они виртуальном мире живут ну ради бога мой любимый персонаж алексей кудрин заявил что ему поступает предложение вернуться во власть однако он отказывается от них из-за половинчатости проводимых реформ как вы хитрый кудрин отказывается на реформа отказывается да и не из-за того что на вышел перекрестился 500 раз кал блин представляешь я ушел из правительства а тут крым и наш всякая фигня этих всех плющит и что завтра будет не знаю я у ручки вот они я нормальная я чистенький оказался прицел и ждет он ждет конечно и я я вам скажу он что ждет что его пригласят в путинскую администрацию что лили футбол в медведевское правительство да нет конечно уже умный человек он понимает что кранты и тогда он поднимает руку год ребят а там у него нормальное количество ребят его армии и в америке и в европе так с кем он вдовольство ручка лсадо его будет ребят я жми с ними вы посмотрите я вот какой я чистый я не ничего не хотел я вам что хотите сделаю там спали шоу вот так и так вы меня там поставьте и все им сразу появляется целая толпа вот этих граждан которые претендуют на место в будущем то есть он смотрит на порошенко и думает о чем же я хуже то вы порошенко стал бы работал в правительстве у всех там президент украины да не стал сам президентом и никто ему ничего не про какой майдан не говорит а ряд чем хуже также он наверное думает не он первый я думаю будет орать и топтать медведево то не путину будет топтать он прям с оттяжкой будет топтать своего своего благодетеля да ну такие таких подлецов не перевелось еще ни один представитель украины не примет участие в параде победы 9 мая в москве ну само собой ну в общем то заявлено что парад в россии в день победы в нынешних условиях это кощунство я с этим абсолютно согласен что принимать и вообще вот обратите внимание то что делает путин как правило такими словами только и можно обозвать как кощунство и святотатство то есть он просто ноги вытирает а самые ценные вещи для русского человека а русские люди при этом кричат там ура он молодец . как что он сделают за короткий промежуток времени бог и ему им судья ну ему тут кроме бога еще будет масса судьи я надеюсь центре харькова в ночь на вторник неизвестные попытались взорвать стелус укрепленным на ней флагом украины ну это вот эта череда взрывов которые тут идут причем конечно мы говорили что это вещи опасные но они все-таки другого порядка чем террористические акты как вот те взрывы в одессе вы говорили что это некие другие люди совершают то есть те которые играют в войнушку но там в одессе поймали стали коммунисты но похоже но очень похоже то есть это делают из каких-то политических соображений они не для того чтобы совершить там террористические акта для того чтобы привлечь внимание во какие мы молодцы но может быть не совсем умные люди которые не понимают что таким общественно опасным способом они могут только вот убить и потом всю жизнь придется проливать слезы им самим потому что наверное они не планируют никого убивать когда стелус флагом взрывают они планируют это сделать как те старики помнишь в висели они фавориты луны памятник снаряд под попу поставили бомбанули и стоят одни только ноги всех слостали за это очень конечно смешно классно 5 баллов то есть вот так при условии что никто не пострадал что никого камнем не стукнуло да там или осколком сын петра порошенко попал дорогу дорожно-транспортное происшествие ну такой звоночек да то есть я так понимаю врезался в него автомобиль батальона азов это такой но не нарочно нет конечно я думаю что нужно ему все-таки так посмотреть чем делают неправильно я как человек верующий думаю что это так его позвонили тем более на фоне гибели януковичского сына это такой вот звонок там то что то ты неправильно делаешь президент порошенко что-то надо изменить наверное ну вот как раз вчерашние эта интрига продолжается предлагал ли порошенко путину забрать донбасс мы вчера вот говорили какие новые подробности выбегает в новые подробности они это просто само обсуждение что спрашивают мог ли порошенко там сказать путину забирай донбасс думаю не мог но думать так мог вот парадоксальной ситуации сказать не мог так а думать так мог сказать угадал заберет этот гребаный там донбасс и все и я поставлю стенку ну наверняка же так думал но наверняка говорить навряд ли он не мог потому что но ты сам понимаешь он же тоже не дурак он понимает это это все конец его политической карьере конец его как политика украины все а думать конечно так мог думать можно да можно чем пока что пока что еще не придумали да и как продать мы про эту стелу я не оправдываю взрыв стелы ни в коем случае но я по сравнению с тем что ну то есть это хулиганский акт это не терроризм как я понимаю я и пытаюсь это объяснить а по сравнению с тем что когда взрывают убивать людей это как небо и земля поэтому но лучше не делать ни того ни другого конечно вот меня замучили почему мальцев отмалчивается по вопросу иудаизма как супер фашизм и подлога прошлого руси тогда как у меня задрахали этими и жидами мне просто вообще сил у меня нет лучше в мире нет на другой тему что вообще кроме евреев я я я тут самый главный антисемийный ко мне вопрос это просто жесть какая-то еще раз напомню просто вспомнил эти как англичане как тетчер сказала говорит у вас тянет еврейского просто нет нужно не считаем до евреев не умнее себя да вот я абсолютно абсолютно с не согласен то есть вот если это не тролль хотя эту тролль сто процентов люди вот такого плана они рассматривают мир как некое значит противодействие весь мир и вся история человечества противодействие евреи это обалдеть не встать представляешь то есть вот такой еврейский народ и весь мир ему противодействует многие кто якобы противодействует они даже не знают что евреи существует где-то в азии там есть народы которые даже участвовать в таиланде ты спроси про евреев ну те кто еще там где-то наверху какие-то университеты закончили они что-то знают про это остальные не даже про это и не слышали в каком там таиланде или там на гуа больше большая часть населения конечно большая часть на земле население земли не знает кто такие евреи и она знает на смысле да ну как и как и остальные зачем это вот я не понимаю то есть это если это для того чтобы отнять у нас время ну ладно там это понятно то есть роль выполняет свою задачу а если это реально люди так думают надо лечиться немножко как в себя приходить нужно видеть что в мире кроме евреев еще очень много интересного до арсений павлов более известный как моторола заявил что расстрелял 15 украинских военнопленных вот ты веришь ему ты знаешь вот у меня двойственное чувство я вполне допускаю что может расстрелять 15 военнопленных нет вопрос но с другой стороны я также допускаю что он может и просто прихвастнуть ну то есть для него это подвиг расстрел вы на плен и для него подвиг для этого человечка то есть вот он какой-то он какой-то да он ущерб нет он вообще не отсюда он такой как коверный да вот он работал год назад график чуть больше работал вот автомойщик а сейчас вот он вот такой клоун сидит я честно говоря не 13 наград я вот насчитал здесь больше чем по одной в месяц получал представляешь там вот рядом плохо фотографии там девки рядом были они такими два каждый из них два раза больше и вот одна жена и так понимая другая не пойми кто конечно в общем-то мог вполне допускаю что мог расстрелять ну могла это же из тех людей которые действуют грубо говоря находясь ну как сказать у них нет собственного мнения до условно говоря есть в ну вот все стреляют и все заправляют машины я заправляю да все стреляют и я стреляю вот он такой я видел только один раз вот мы видели когда он застрелил своего из стежки релида тоже по это блин так что но ты знаешь я в связи с этим моторовой подумал и у меня интересный такой момент был недавно совсем я заправил машину ну и а там заправщик вернее не заправил заплатилась смотрю может стоит заправлять ради бога я всегда как бы придерживаю денежку какую-то там рублей 30 50 чтобы отдать человек который работу выполнять ну как-то с юных лет такой я не даю вот так обрадовался говорит вот ура там здорово как мало кто дает вот если бы все друг другу помогали мы русские нам бы гораздо легче жилось я говорю прав ты конечно дяденька я говорю если вот может быть чаевые мотороли давали бы убивать людей не поехал в донбасс понимаешь вот эта мысль она у меня сквозила целый день у меня в голове было наверное если бы у него здесь был какой-то достаток может быть и не поехал на медали где бы он взял но медали бы не взял конечно сейчас он круче жукова и покрышкина те чаще чем раз в месяц да как он в него получается чаще раз мы не дали не получали ну никак не получалось у них да вот у нее получилось власти самопровозглашён донецкой народной республики передали украинской стороне не всех пленных военнослужащих заявил советник главы сбу маркиян лук киевский около 400 человек остаются в днр да вот тут а днр говорит что всех пленных передали то есть это минус 400 в общем достаточно большая цифра отчего них держит не знаю держит может меня это нет на день а может их и не там миссию бы светом я думаю красный крест еще посмотрит может этих и нет пленных уже в живых я имею ввиду поэтому мне 15 только моторова расстрелил видишь ну вот он таких моторов очень ситуация так скажем страшная и мы предупреждали что когда будет подводиться вот это страшная сальдо что как как бы потом кто-то кому-то не пришлось ответить да потому что когда но боевые действия ведутся нет вопросов там убивают кого-то на войне нет вопрос но тогда убивают пленных уже совсем другой расклад а тем более когда такое количество вдруг возникает минус 400 мы же говорили что когда-нибудь боевые действия подойдут ну или совсем концу или вот как сейчас к затиши и тогда подведут вот это сальдо где люди-то а кто виноват будут искать кто виноват и будут искать долгое преступление против мира и человечности она не имеет срока давности моторова которые думают что они своими вот этим наградами там укроются вы дураки через пять лет там будет совсем другой мир поверьте и вы нигде не спрячетесь мы мы кстати их предупреждали об этом мы говорили год назад когда они в апреле начали чудить мы говорим чего вы делаете потом вы уже никуда не свалить в рамках оперативно-стратегическое мальц это антирус сам ты антирус антирус хорошее слово в рамках оперативно-стратегическое учение заслон 2015 ростовской области проведено тактическое учение бригады оперативного значения внутренних войск мвд россии по выявлению нейтрализации незаконных вооруженных формирований ростовская область операция называется заслон 2015 я имею ввиду учебно-оперативно-стратегические учения о как называется от кого заслоняются как ты думаешь от моторова конечно конечно то есть был не приплыл да он приплыл абсолютно пулеркин проскочила 2 конечно естественно они прекрасно понимают что вся вот этот комарилья она оттуда вылетит рано или поздно с днр и лнр и тогда они придут сюда а зачем они тут путину они не нужны вот путин по для них подготовит заслон 2015 газпром планирует продать 10 процентов своих акций пишут сегодня заявили что си цзиньпин приедет на парад мальцев говорю что не приедет во первых Lance не говорил что не при этой говорил что мы посмотрим но я говорил что он очень не хочет приехать о во-вторых заявили не сегодня естественно приедет заявили уже с народ что он приедет но 9 мая сегодня не состоялась давать посмотрим 9 мая кто приедет реально из тех кто заявил да так что еще не долетели пока газпром продает долю немецкой комп 10 процентов немецкой компании правда я а какой компании вы выдали я не знаю что это такое но это просто прочитать не могу да 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 как она господи вербун да я и не вижу и ждет все это мне это напомнил гитлер и вот те мы смотрели бочарова понятно что когда газпром выкупает хранилища в одной немецкой фирмы да потом продает части в другой немецкой фирмы он руководствуется не интересами газпрома и уж точно не интересами населения российской федерации являющегося владельцем да и руководствуется интересом топ-менеджер то есть если за это можно получить нормально если продаж они продадут и нормально можно получить когда купишь они купят поэтому обычная такая сделка но я так понимаю что это крысятническая сделка на которой они пытаются что-то заработать отщипнуть отщипнуть до финскому инвестору сеп по ремесу фсб на пять лет запретил въезд в россию ну этот ремес от тот который с чубайсом работал как я понимаю но факт тот что ему он он выехал из россии ненадолго на отдыха вернусь 93 год тут написано же а выехал на секунду секунду выехал альба все чик чик ключик у нас кармане все вернуться ты не можешь ну понятно он богатенький буратино очень богатенький буратино я говорю с чубайсом тут приватизациями занимался очень активно и в общем я не знаю сколько у него средств но немало деньги в подзащитного есть и деньги немалые так вот конечно это показательно очень показательно то есть развернули этого гражданина почему потому что ну сами маловато отчет отчет сказать хотим прощать его никак нет ну чем мотивировали на пять лет запретили въезд не а лишь можно никак не мотивировать он там что-то нарушил ну формальные какие-то вещи на всегда есть нарушение каким-то формально у тех кто пребывает там когда-то может быть там 10 лет назад не проставил где-то штампик как я помню из этого не сел ты в испанию въезжать а я же не знал мне казалось что это одна этаж территории въезжаю и какой-то пишет форме на одежде счет я говорю сынок чуть и надо отсюда он разворачиваться и уходит но я потом в аэропорту имени пабло пикассо даю паспорта мне гадни это как а вы в испании не въехали как я не уехал я из нее не уезжал как же вывод в африку уезжали вот стоит а что приехали не стоит а это вот так паренек бежал мне добро хотел сделать поставить штабик ё-моё чуть не шизнулся прита слава богу 16 часов самолета опоздал так и здесь то есть куда-то он там не зашел не пошел чё-то ему там не стукнули все это и же элементарно сарате отключает нашу троллейбус номер 7 это нет ни вашу троллейбуса новость а электричество отключает то есть за долги перед цар энерго отключают пока одну линию потом будут другие отключать ну вроде как седьмой не самый нужный да то есть были электрические теперь мы переходим на город городской то даже самую ситуацию и вот вопрос такой сарэнерго ну и вообще всем энергетикам вот представляешь и электроэнергии дж не нефть не газ но если вы ее произвели эту электроэнергию и вы ее не подали она же вы же в кастрюле ты не сохранить ну смысл какой зачем отключать ну рано или поздно с вами расплачутся в любом случае расплачутся я не понимаю не ну вот даже в городское освещение как ты знаешь было придумано электрическое ровно для того чтобы сбрасывать излишки электроэнергию ночью когда и ну как бы меньше потребление идет ровно для того а не для того чтобы освещать город потому что нельзя станцию за консервировать да ну то есть она подает и даю лишь надо мощности сбрасывать куда-то то есть она и так бесплатно должно быть они вот путин подписал закон об увеличении размер штрафных санкций штрафных санкций 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 штрафов за безбилетный проезд в электричках и поездах дальнего следа и поезда дальнего следа то есть а то якунин совсем уже обнищал нужно сейчас за это к не закрыли электрички а теперь хотят еще на штрафах в оставшихся получить те прибыли да ну если с ним тут вот за заяц один такой профессиональный мне прислали в нижнем новгороде за все годы безбилетного проезда заплатил в это в горы электротранс не вот его сфотографировали там показывали я могу сказать вам как человек который занимался этими вопросами горы электротранс датируется достаточно серьезными суммами на льготников такое количество льготников нигде не ездит сколько дается денег поэтому зайца тут зря платим потому что в любом гор электротрансе основную массу денег воруют просто тупо воруют поэтому я не езжу в горы электротранс не ну конечно вот они тебе летик там дают до условно еще нету напечатанных таких билетиков что до миллиард да нет понятно что это лишь акцизные марки продают это это везде бизнес чей-то частный бизнес который виде муниципального самый-самый страшный как бы разворовываю разворовываемый бизнес это муниципальные государства то есть когда это госпредприятие муниципальный предприятие там под ноль как правило украдывают если частник он хоть что-то там куда-то вкладывает а здесь нафига здесь все временщики строительство керченского моста может начаться через два месяца как думаешь начнется они докажем не тот это самый а ты не про то вообще сказал да ну ладно про керченский мост короняне я думал что что значит начнет строительство керченского моста я думаю что это начнут давать деньги на проектирование вот так она начнется строительству керченского моста это будут давать государственные деньги на проектирование я удивляюсь что она еще не началось потому что их надо прямо сейчас я хотел вот рассказать как раз про электрички дай про поезда вот отличный способ придумали в индонезии как с зайцами бороться вот тут фотографии есть вот зайцы тут ездят в индонезии на поездах на электричках они там везде висят на крыше на подножках и придумали замечательный способ то есть там краской их обливали но не работало это вот стали вот такую поднимают штуку там металлические или бетонные шары на цепях прям как вода фильмах различных фэнтези где нужно пройти между шарами там между какими-то летящими штуковинами и вся вот эта масса граждан который сидит на крыше должна будет между этими шарами проскакивать интересно посмотреть как как у них по нему я так и за один раз проедет так на скорости километров 40 в час до условно говоря и они потом чего от скребать их будут все не знаю 40 километров в час это скорость удара профессионального боксера фресач металлическим шаром набрали снесет удали что убьет и все причем вот эту всю массу они так раз и как этих до жуткие дела ровно а нельзя вообще пристроить второй этаж и там пустить этого контролера шутки сверху да вот как мне написал тот человек какой лучший способ борьбы с зайцами вот лучший способ борьбы с зайцами всегда это волки это классика во всех проявлениях зайцев и во всех проявлениях волков да потом с волками надо будет как-то бороться ну вот он с волками то конечно бороться гораздо сложнее чем с зайцами то есть волки они всегда гораздо можно зайцев как-то пропустить а вот волков тут уж никак не транспорт должен быть бесплатный да и все и зайцев не будет конечно те то что путин делает насчет зайцев ну кто делает это волки делать то что в индонезии делают кто и делать это волки делают конечно два летчика авиакомпании air индия подрались на борту самолетах они там что-то между собой не поделили обязанности 1 старым пилотам и стали стали драться но факт то что вот продолжение самолет а 320 ни на каком другом как какой-то вот прям уже я может на том тоже они подрались ко мне будет эффективно вот вот так обезьяны в индии едят оптоволоконные кабели и не дают провести интернет да вот так ну видишь даже природу борется с интернетом не только государства но и природа борется с интернетом оптоволоконные кабеля жрут ну чё пусть эти вай фай делают какой-то да российские айти дистрибьюторы договорились отказаться от серых схем импорта очень забавно они все право что лету да но не подписали соглашение но мы и меня кто кто дистрибьюторы а то есть вот и и конкретно всех собрали конечно искали подписывать но представь вот единая россия миллион раз подписывала соглашение о том что будут честные выборы всегда причем инициатором был вячеслав викторович володин таких подписаний ты хоть раз видел какие-нибудь от них честные выборы а так и называются по-честному называются володинские я когда там любую цифру можно нарисовать хоть 150 процентов хочешь 99 какого хочешь поэтому здесь также точно люди будут вот их собрались к льду подписывать да мы сейчас вот будем все по-честному и меня спрашивают от что же техника подорожает конечно техника подорожает но не из-за того что они подписали они как возили контрабанду так и будто ее возить как по серым по всяким съем я не понимаю китай входит в это да конечно мы входим в это какие серые схемы импорта вот вы мне объясните нет таможенных пошлин на импорт внутри в это нет внутренних импортных таможенных пошлин причем тут серые схемы импорта откуда они берутся ну я понимаю да вот у нас как у нас нет налога там на автомобиле да но смысле импортного но есть так реализацию да значит и там есть какие-то хитровые вычемленные налоги которые являются незаконно а может из россии абсолютно не действует в рамках вот его и вся ты уж ники об этом говорили уже туда и судились миллионы раз и и будут продолжать это делать это однозначно но если даже белорусов которые в рамках этого да уж вообще да и единого государства там белоруссии россии и таможенного союза и в рамках всего чего угодно всегда нагибали потому что нужна какая-то пошлина я честно думал когда вот они нам говорили в это вот его чуба все кричал я думал сразу просто можно расформируют да и все не я понимаю остаются еще не члены в это он когда у меня чет куда-то грохнулось сейчас еще еще сейчас хорошо есть британским провайдером предлагает проявить творческий подход к отслеживанию пиратства ну так что провайдеры обязаны что конечно у тебя есть пиратов а они они теперь британия взялась воевать с интернетом и мы я говорю увидим как будет сша воевать и все будут воевать с интернетом но это абсолютно бесперспективное занятие и что это демонстрирует дает демонстрирует что сорос абсолютно прав что не нужен никакой провайдер нужен бесплатный интернет и возможность его транслирования этого интернета с из космоса на со спутников то есть группировка спутников вокруг всей земли и все и тогда нет провайдера нет человека нет проблемы нет провайдера нет цензуры серый интернет такой да серый интернет нет провайдеров нет цензуры и британия показывают что она тоже так сказать на этом творческом пути до борьбе с интернет на ю тубе опубликованы юмористический ролик имитирующий выпуск новостей северной кореи посвященный российскому оппозиционеру алексея навальному тюшка не к смерти с шикарным тушканчик смерти пляшущий прыгающий прыгают скачущий под дудку сша дебутиров придумал дочь и хорошо конечно в нью-йорке незаконно установили без бывшего сотрудника агентства национальной безопасности эдварда сноудена да причем его установили на уже существующую стеллу представляешь вот сейчас я покажу где вот тут вот уже уже существующие стелла и туда поставили такой на нее да вот эту тумбу водрузили бюст то есть специально сделаю но специально делала память погибших в борьбе за независимость сша поставлены было вот на нее как бюст я имею ввиду специально жаре питом 45 кило вести его как там прилепили я так понимаю на клей что его час отодрать не могли так что все таки вот убрали этот бюст вешал сноуден уже памятник появился это понятно что он когда-нибудь бы появился все равно где-нибудь в каком-нибудь время это однозначно что он его заработал уже памятник офис онлайн журнала из сан-франциско месяц работал голышом ну не знаю вот ты знаешь на привлечь внимание это дверь это это не для того чтобы привлечь внимание вот для того чтобы они лучше работали да может быть для того чтобы привлечь внимание на самом деле вот когда мне спрашивают зачем такие вещи делаются я говорю их лучше всего в южном парке когда мистер гаррисон который являлся гомосексуалистом придумал машинку которая летает со скоростью 300 километров в час помнишь не нужно садиться на штырь жопы и и какую штуку засовывать в рот и все вот все едет мучаются с этой штукой а этого стена марша папа ведь я купил такой а можно вот без этой штуки в жопе он быть можно но зачем так и здесь а можно работать одетыми можно но зачем то есть там такой мистер гаррисон всегда находится который придумывает ну потому что он никого рода извращенец ну так мир устроен в августе 13 года нью-йоркский разработчик предприниматель патрик макконлак начал необычный эксперимент вместо того чтобы как обычно подать милостями нищему на улице по 3 решил научить бомжа программирование чтобы тот зарабатывал на жизнь интеллектуальным трудом ну вот ничего не получилось ну он научил человек программировать тот какое-то приложение выложил даже приложение его немножко кормит но все равно он может бомжской да он может снимать гараж какой-то куда вещи свои сложил бы все равно живет на улице и все равно его все узнают там быть на улице просто чужого никуда не пристроились а его никто не взял никуда социализация она по-другому происходит во-первых социализация происходит по-другому то есть уже в клинице невозможно а потому что ну должны быть какие-то друзья родственники какой-то послужной список ну что то такое что у нас называется было там да ну как тут понятно да а у него да он приходит до приходит здрасте здрасте я был бы я бывший бомж вот я там вы слышали про меня до слышали очень хорошо у тебя еще про тебя почитаю ну ты иди там где-то в другом месте работы вот так и еще нужно по не понимать что маргинальность черта характера действительно то есть я не имею ввиду маргинальность плане бомжа вообще любая маргинальность то есть не но если любит жить на улице как крокодил дэнди ты помнишь и до вышел пройти ну конечно бродяги но бродяж не что это одна из один из штрихов маргинальности а их там целая картина до маргинал разные бывают там герой маргиналы какие-то лидеры маргиналы вот те ребята так скажем в орденах которых мы сегодня показывали они тоже маргиналы это тоже особый проявление маргинальности поэтому человечество не изучает это человечество старается изучать норму или болезнь который является патология а вот маргинальность то что не является не болезнью не нормой а человечество не изучаете поэтому те люди которые начинают там говорить архетипах того что это вообще это высший пилотаж хотя это вообще на поверхности лежит ну и чё думаешь пристроиться да я надеюсь что пристроиться конечно но вот сейчас пошла это вот штука я думаю что просто кто-то сообразит сюда что не привлекло привлечение внимания да конечно российский миллиардер михаил фридман запланировал 16 миллиардов инвестиций сделать в телекоммуникационные технологические компании в европе и сша дело в том что россия здесь не и да вот удивительный фридман вот этот 16 миллиардов хочет куда-то всуропить куда в 45 знаешь акцию да все то есть вот этот фридман который мог он он что хочет он хочет заработать какой-то смешной процент свой который он не вот сейчас заработали здесь он хочет денег заработать он реально мог за эти 16 миллиардов сделать там что-то великое да то есть вот он оба спросил у кого-нибудь у таких как вы какие стартапы над профинансировать за 16 миллиардов моему выбрали 100 и если выстрелила 30 а выстрелила бы вернее если выстрелила 2 процента он уже бы озолотился и получил бы больше чем процент которую получит с этих вонючих акций а если бы вы а если выстрелили 30 а это минимум сколько выстрелит если кто-то нормальный проконсультирует не финансовый консультант данном случае нельзя пользоваться никакими финансовыми консультантами нужно пользоваться услугами людей которые немножко видят будущее то есть как вот 100 вот этих стартапов кто из них стрелет эти 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 но 30 процентов выстрелила и ты получишь больше билл гейтса просто больше огромные такие деньги и можно было бы просто помощи оказать бешеную совершенно продвинуть что-то новое не хотят они новые они будут лучше вкладывать в акции apple думаю что они занимаются чем-то новым они занимаются абсолютно старым они занимаются зарабатыванием бабок и все не на фридман всегда собственные они они считают только деньги понятны но это понятно вот программист из казани спас от взлома сервис youtube вот и вот там денежкой наградили так далее вот фридману легче было что-то свое создать взять вот таких людей то есть назначить там как у меня варе от нелегче намного сложнее то что почему нет и гашлих поставить руководителей соответствующих а не надо заниматься зачем же легче как раз отдать фондовое управление взять 16 миллиардов долг в российской я согласна из нее через год получить 18 миллиардов и и подняться еще чуть-чуть там в топе этих миллиардов это неважно да а да что-то делать тяжело они деньги делают и я тут как не вижу противоречий ради бога только то что они там туда вкладывают обсчета бьетов он нифига не вкладывает я и не рекомендовал бы я на фон вкладываться зачем действию власти турции восстановили доступ к twitter то они его закроют то его опять откроют еще не так не любит twitter ну как они не только twitter там они вначале подали свой то в этот роз надзор там в этот турец надзор турец интернет надзор до подали прокуратура маляву какую-то с требованием закрыть twitter facebook и так далее но тем быстро все сделали потом тут поднялся шухер они как нет на самом деле мы просто подали но не закрыли а там говорят нет вы закрыли они да да нет уже открыто это 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 ошибка они там не поняли и так далее ну то есть на самом деле они на зубок пробуют то есть twitter они уж миллион раз наверно закрывали вот очередной раз они пробуют на зубок как нет мы не закрыли мы просто подали отчета они взяли тут закрыли как-то сами по себе сделали тут еще вот сто шестьдесят три сайта они заблокировали я думаю что наверно их то они не открыли понимаю что twitter ютуб и фейсбук они открыли а этих вот как ну вот всех закрыли открыли но это ошибка а вот эти по делу но это же они как это как-то сидишь в доме двери закрываешь и окна закрываешь но закрывай то twitter от этого чего они никак не могут понять ну да они там получит поменьше доходов да ну а другим образом каким-то они эти доходы получит какая разница но турции сама себя просто отрезает вот они не понимают государство не понимает что она таким образом просто не выходит на улицу и все так все тут а тут что-то у нас боевики вода на стане этого вы не похитили 31 человек но давно вот сейчас стало известно что одного они убили и себя они называют исламское движение узбекистана но мы знаем что узбек много в афганистане живет что многие немногие некоторые там в талибане в гелии там во всех этих структурах и поэтому когда мы говорили о том что будут у узбекистана проблемы и что господин каримов он еще усиливает эти проблемы мы оказались абсолютно правы сейчас вот это движение будет развиваться вне территорию вернее как она будет проникать понимали на территорию узбекистана но там будет в виде клиния да и здесь это клиния ну будет как термобарический эффект да то есть вот закрыты окна каримов закрыл окна закрыл двери там чё-то клей вот сейчас он сдохнет и вот эти ребята они эту дверь откроют и чё после этого будет после этого будет бубух бадабум как в пятом элементе гид так шарахнет нам не горють то есть понятно что когда у них везде кордоны там все там полиция и так далее силовые структуры всех ловит они могут как-то это контролировать это не факт что они будут это до упора контролировать поэтому это надо было как-то по-другому делать бороться с этим нужно был по-другому не тоталитарными методами потому что они приведут конечно к последующему построение на территории узбекистана исламского государства вот тут мне кстати писали вы собираетесь там что-то с двумя миллиардами мусульман воевать я вообще не собираюсь мусульманами хотим войти о чем и я убежал мусульманом и я должна его на нормальные мусульмане сами футболы вот с этим вот из из исламским движением узбекистана сами разберутся конечно так это их первейшая проблема это не христианская проблема до соли да кто-то если думает вашингтон пост пишет что за исламским государством стоят бывшие офицеры саддама хусейна ну конечно безусловно если эти люди не реализовали себя при саддаме хусейне они себя не реализовали потому что фактически без выстрелу взяли и рак потом они где-то отсиживались ну наверно не себя хотят реализовать в качестве военных самый лучший способ реализовать себя либо на поприще борьбы на стороне исламского государства либо против него я уверен что не только в исламском государстве офицеры хусейна но и против него воюет офицер хусейна как кому-то еще воевать то есть это вполне логично поэтому вашингтон пост ну как быть не глупость конечно то что сказал соответствует действительности но это в это банально это совершенно однозначно что это так ополченцы шиитов которые помогли освободить город текрит находившись под контролем боевиков и игил выводят из города после сообщения об имевших там место актах насилия и грабежей да ну замечательно то есть вы выгнали не освободите до пришли освободиться веках не граждан и пришли играть белый пришли грабит и там насилие грабежи и все ну как обычно на войне мародерство но там же массы захоронений были обнаружен да причем как говорят что там последнее время убита 400 человек какие 400 когда вот только 1700 захоронений иракских солдат найдено в братских могилах а хищных серий курдов отпустили тоже странная ситуация представляешь одних ловит тут же сразу на ремни разрезает а здесь 300 курдов раз спокойненько отпустили то есть не одинаково действует вот эти вот игиловские повстанцы абсолютно там же метро единое я так понимаю да 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 мы об этом и говорим воевики бога харам под видом проповедников расстреляют жителей нигирийского села ну это вообще такой вот как бы для детской сказки прямо сюжет то есть они приехали заявили что с мегафонами там приехали проповедники ходили кричали в мегафон собирали на проповедь в мечеть люди собрались они к того расстреляли то есть ну понятно что теперь когда будут людей собирать на проповедь они навряд ли пойдут туда сами потому что сейчас эта информация пройдет и никакой проповедь больше никто никогда не пойдет ну да нормально пришел сходил за хлебушком ну да как у них до этого нифига сходил за хлебушком состав участников мисс сирийских консультаций которые продут в москве 6 9 апреля обновиться примерно на треть ну да там был сто процентов тех которые никакого отношения не имеет к тем кто воюет вообще никакого сейчас они я так понял хотят кого-то хоть впустить то есть парадоксальной ситуации как и везде воюет одни переговоры ведут другие абсолютно которая чек не имеет никого отношений давайте мы будем переговоры вести давай может вообще тогда не ним не париться в эти воюют а а вы давайте здесь будем переговоры вести обам подверг критики требования израиля к ирану а какие израиль выдвинул требования но израиль заявил о том что без признания и равном государству израиль все вот эти договоренности они не имеют никакого значения в данном случае тут нельзя не согласиться не то них хотя понятно что эти согласие если притащить вот это то те соглашения подписаны не будут никогда то есть то что обама сделал это уже сверх того но мы понимаем что это ни в коем случае не останавливает иран от владения ядерным оружием то есть говорят вот теперь иран не может владеть во первых вы знаете что у него нет ядерного оружия кто может сейчас быть дать гарантию что у ирана нет ядерного оружия вот я честно говоря почти на 100 процентов уверен что у него есть и даже знаю откуда если ты помнишь лебедь александр иванович свое время говорю про малые заряды и про ядерные мины и этих мин по его сведению когда был он секретарем совета безопасности сотни пропало ну ладно мины были еще 157 миллиметровые самые маленькие ядерные снаряды и были снаряды побольше и если вот из азербайджана как там рассказывают утаскивали когда ракеты вот эти крылатые наши сюда в саратов их утаскивали там приехали с автоматами кто подойдет застрелим это народный фронт азербайджана бросались на решетки на эти там и эти в воздух стреляли в общем картина маслом было все вопросов нет ракет все увезли но они нафиг никому не нужны эти ракеты там осталось 3400 снарядов пусть они ответят на вопрос сколько из этих снарядов они привезли в россию я думаю никто на этот вопрос сейчас не ответить куда делись эти снаряды думаешь они в азербайджане что ли у алиева под копой лежат я уверен что они не в азербайджане скорее все они как раз мы ранее и говорят привести их в действие невозможно потому что там ключом надо выставить ключом надо выставить код а если ты выставил неправильно то нужно передать на завод изготовитель который значит исправит это все за бред не нужен от снаряд он нафиг никому не нужен ядерный материал больше ничего не надо если взяли эти снаряды распилили клубу грубо говоря лобзика болгарка до болгарками и все поэтому это такая бредятина жутко вполне я допускаю что у ирана хватает настоящий момент ядерного материала не на одну бомбу она много бомб и поэтому мы посмотрим что будет дальше но факт то что вот не таньяху сейчас свое правительство соберет и поедет к обаме то есть они уже приняли решению поедет что они о чем будут говорить я думаю что обам будет его прессовать насчет признание палестинского государства а в ответ иран признает израиль вот наверное будет такой торт и для обамы самый выгодный торт если на это все согласятся я думаю не таньяху легко согласиться чтобы признать палестинской государства что в любом случае у его катает он на это согласится а вот с ираном с признанием ираны это уже будет замечательная штука политика да вот мы признаем чё-то признал это не 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 мы готовы признать что это что восход существу при этом за это нужно вот чего да да это самое главное так дяденька сидит в северной корее и г-то я не буду испытывать атомную бомбу то вот некоторое время если вы мне пришлете то вот столько пшена столько-то мясо столько того и так далее медикаментов но ты точно не будешь точно не буду вот три месяца обещаю нибудь но нате тогда пшена все государство надо упразднять конечно это бред все объемность соглашения между ранам и шестерка международных посредников не помешает ирану статья так но этому же да конечно это рискали об этом как раз и говорили маккейн снова хочет стать президентом хороший маккейн вопросов нет но не станет он президент во первых потому что ну конечно республиканцы его в результате праймерис не выберу все все был бы в прошлый раз почему он стал кандидатом ну потому что джордж буш младше его как бы помогал и мы другие помогали потому что вроде как тогда когда в 2000 джордж буш младший шел его соперником был маккейн вот тогда в двухтысячном если бы не было джорджа буш младшего ну стал бы маккейн президентом безусловно и по возрасту он годился и все нормально он а сейчас ну как какой президент выбор в шестнадцатом году маккейн 36 года рождения 80 лет будет к дню выборов ему будет 80 лет но о чем речь сто процентов что его на праймерис завернут и с демократами будет конечно воевать другой республиканец я думаю что с фамилией буш как мне кажется да но время топор к сожалению я не знаю что да рома не как-то не успеваем ну что ж вот тут процент на его тут информация что значит присяжные начали рассматривать какой они там вердикт еще может уже может вынесли вердикт не знаю ну давай завтра тогда поговорим надо будет уже вердикт под вердикт и разговор поверли как ты думаешь напишут они что что необходимо снисхождение или нет потому что если без снисхождение смертной казни снисхождением уже будут рассматривать какие-то другие варианты не знаю снисхождение как думаешь ну если так поставить себя на место киношных американских присяжных как собственно и надо делать да потому что все живут по кино да то тогда конечно нет ну смысле они не не должны сказать а уж как на самом деле там вот я не знаю да на американцы не должны сказать они должны сказать ну вот еще приехали тут сейчас мы вас это сам это тут в этом суть понимаешь да чужаки вопросом иудаизм и христианство просто затрахали просто сима больше нет я буду специально посадим человека который все его и вот слову еврей иудаизм будет просто убивать и бамить и не посадить не я вот завтра же будет потому что умеет надоело это просто вообще уже через край так вот старейшая женщина земле скончался возрасте 116 лет чуть зачастили то умерла старейшая женщина возрасте 117 лет в японии тут через неделю не успевает долго быть старейшим человеком так вот раз и скоро до нас до катится так как старейшие люди слушая все нас евреи разве не слушают 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 они что-нибудь пишут в чат может быть они сами как-то между вот я ни разу не видел что кто-то заступился из евреев за евреев тоже такая интересная штука да ну вот ну нету нигде что же вы ему не ответить это чем вопрос ответил да уж время-то половина ну давай так вячеслав умоляю вас передать привет и не королёвы может быть что может быть не знаю что может быть такая как это теперь как и поле чудес да поле чудес админ нужен конечно завтра наверняка посадим потому что это уже затрахал меня тема просто ну причем если кто-то смотрит мы несколько в нескольких передачах еврейского вопроса очень много времени уделяли но я не готов все свои передачи посвящать еврейскому вопросу не хочу я этого делать и не буду ни в коем случае пришла вы лично знакомы с невзором нет не знаком проезд тюменского автобусе теперь стоит 22 рубля вопрос мальцу как вы видите будущее китай как он влияет на мировой экономический кризис в разрез деньгинга цен копирование идей продукции ну как китай китай не нибудь китай был бы кризис еще более глубоким конечно вот это парадоксально тот кто-то кто нам мешает тот нам и поможет а здесь наоборот тот кто нам помогает тот у нас и завалит вот часто ставишь момент конечно соединенным штатам очень нужен китай безусловно очень сильно как вот экономический партнер и парадокс китай переходит в другую категорию он перед потихоньку переходит в категорию богатых стран и вот представляешь что я понимаю как американцы и другие реагируют это нафига нам столько богатых ну то есть когда в китае там что-то шлепали какие-то другая электронику там еще что-то и это стоило копеечку но всех это устраивало сейчас это гораздо дороже стоит потому что там нужно платить уже нормальную зарплату там что-то что-то тоже меняется в китае и в китае уже и что-то изобретают а переносят на более так сказать дешевую землю где более дешевые люди что-то уже исполняют да если колл-центры уже выводят из китая переводит там фиг знает куда куда то понятно что китай таким образом увеличив свою финансовую мощь он ведет мир кризису кризису в том числе и перепроизводство который мы про который забыли марксизм уже никто не отменял потому что теория маркса вечно потому что она верно до вспоминаем ленина кризис про перепроизводство как бы это объективная реальность и вот сейчас мы в полном в полный рост с этим совсем будем сталкиваться конечно в том числе и с китаем от связано пишет вместо евреев лучше про китайцев на дело в том что вы понимаете то количество евреев которые живет на земле она не может захватить россию расселиться в сибири на дальнем востоке ни в коем случае у них нет ядерного оружия и ракет средней дальности и так далее а вот допустим у китайцев это все есть огромное количество боеголовка огромное количество ракет есть уже у ирана а ирана нет ядерного оружия если ирана нет ядерного оружия на хрена ему три разных класса ракет и он их шлепает как пирожки уже зачем ракеты тому у кого нет ядерного оружия что будет гвоздями стрелять что баллистическими ракетами да там наверное нет поэтому нужно взвешивать некоторые вещи так надо правильно видевшую видящего модератора вот это самый главный проблема правильно видящий да кстати забыли показать фотографию этого горящего хочу напомнить все таки да что смотрят нас даже вот сейчас прямом эфире там 7000 человек до до 6600 настоящего пишут в чат от силу человек 70 до до может быть 100 максимум вот и мы столько времени посвящаем этого чату я вот даже думаю вот ну если вам не нравится ну скажите не нравится давайте просто его отключим на хрена и все ученые вот из-за 70 человек которым плохо в чат писать да мы у других 7000 отбираем отбираем не знаю может зрелище мне кажется кажется это некий интерактив все-таки ну так и и давайте надо оставим он же он же он же он же такой какой есть да не такой какой-то другой вот если человек часто повторяет но он же часто вопрос ты же сам говоришь повторите меня то я не увижу вопрос а есть и тролли вот как отделять я не вот как вот чё у людей в голове евреи свергли николая второго ну вот и мамиков голову не вот такой в голове второй подписал сам об отречении бумазейку если бы он это не подписал и и в том месте где он от подписывал уверяю вас не был ни одного еврея кроме может быть отделка ротянка разве евреи дом по ухо хо хо хисти ну нет он скорее там где-то польских кровей да нет это может быть какой-нибудь тряпчий был который писал это самое тогда это было не принято князь и львов не был тоже многие кто убеждали царя все это дело подписать они были не евреями далеко а у него нервы сдали он подписал понятно что если бы он манифест об отречении не подписал то ничем не был не был никакой февральской революцию него у него сдали нервы а теперь рассказывать надо чушь не надо чушь рассказывать ждал бы с дядей воевать да глядишься по-другому было